Новый храм появился в Башкортостанской митрополии. Митрополит Уфимский, стилитамакский Никон, совершил великое освящение церкви, святого великомученика и целителя Пантелеймона в Уфе и божественную литургию в новоосвященном храме. Возникновение первого в Черниковке православного храма было острой необходимостью, ведь население нового микрорайона Уфы быстро росло, и восстановленная Уфимско-Богородская церковь перестала вмещать воцерковляющееся население северной части города. В середине 90-х годов минувшего века возникла новая православная община. Название было выбрано по обоюдному согласию основателей. Неподалеку находится больница, и в Уфе еще не было храма в честь целителя Пантелеймона. Местом для церкви стал большой пустырь в самом центре Черниковки. Здесь, в здании старой водонасосной станции, с весны 1997 года стал обустраиваться пантелеймоновский приход. По преданию, еще в начале 50-х здесь на водокачке работал заключенный монах. Значительную часть Черниковки занимали лагеря. И именно он предсказывал верующим узникам, что через много лет на этом месте воздвигнется Божий храм. Усилиями первого настоятеля пантелеймоновского храма отца Валерия Мохова насосная была перестроена под небольшую церковь. Основан в северный предел во имя святого Нектария, Эгинского. Сложилась крепкая православная община. Но строительство большого кирпичного храма на этом пустыре отложилось на будущее по причине нехватки средств. И вот в нынешнем году большое дело храмоздания завершилось. Состоялось долгожданное освящение церкви, которое в сослужении настоятеля храма благочинных уфимской епархии и духовенства храма возглавил митрополит уфимский стиральтамакский Никон. После херувимской песни владыка рукоположил якона Романа Седова. В освященнике батюшка будет служить в Свято-Троицком храме города Белорецка. Всех вас поздравляю с сегодняшним праздником, воскресным, с освящением этого храма, с завершением его ремонта, с тем, что мы практически здесь имеем сейчас нормальный комплекс для того, чтобы мы с вами могли и молиться, и осуществлять наше церковное, полное церковное служение, которое сейчас требует и время, и святейший патриарх, и насущная потребность в жизни наших людей, для того, чтобы мы, особенно молодежи, для того, чтобы мы с вами возродились, необходимо возрождение духовное. За труды по восстановлению к титар храма был удостоен высокой церковной награды – ордена святого Даниила Московского, а настоятелю пантелеймоновского прихода была вручена архиерейская грамота. Субтитры создавал DimaTorzok